Новогоднее оформление главной ели Усинска признано лучшим в республике. Итоги регионального конкурса подвел Минстрой Коми. Члены комиссии оценивали декоративно-художественное и световое оформление центральных мест отдыха, а также фасадов в витрин прилегающих территорий с учетом праздничной тематики. В этом году в Приполярье гостям предлагали окунуться в настоящую зимнюю сказку. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и Олени. Сотней огней зажглась лесная красавица и ледовые скульптуры. А ведь всего этого оградка горожане могли и не увидеть. Теплый декабрь внес коллективы в планы пермских скульпторов. А еще с декабря здесь красуются 12 фигур, иллюстрирующих уникальный Коми промысловый календарь. Городок как никогда. Замечательный, яркий, красочный. Очень было здорово. Мы вот с внуками ходили на открытие. Было изумительно весело. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Нравится. Спасибо. И взрослым приятно, с души и на сердце. Спасибо. Вообще город очень красочный. Такой новогодний. Веселенький такой. Говорю, да. Вот тут скульптуры изо льда. Вообще очень все нравятся. Красивые. На победу также претендовали Сыктывкары, Воркута, но в этом году праздник там встречали не так ярко, как в Приполярье. Отметим, в состязании на оригинальный внешний вид приняли участие администрации всех муниципальных образований. В других специальных номинациях участвовали также управляющие компании, ТСЖ, а также организации и индивидуальные предприниматели. Всего 87 заявок. Организаторы стимулирующего состязания отметили важность, которую такие вложения придают праздничному настроению жителей и выразили надежду, что из года в год желающих сделать родные города и районы ярче станет больше.